Маршрут развития. Когда-то этот уголок был закрытым военным городком. Сейчас самый зелёный микрорайон. Сегодня здесь одна за другой вырастают многоэтажки. В комфортабельные квартиры заезжают молодые семьи. На Горелико-23 для самых маленьких недавно открылась детская игровая площадка с безопасным покрытием. Качели, горки, скалодромы, лабиринты, тренажёры, лесенки, песочницы и карусели. Все изделия из металла с защитными вставками из пластика и резины. Я здесь очень давно живу. Здесь природа, здесь красота. Нам многие завидуют, как будто мы находимся в санаторной зоне. Очень, конечно, красиво. Нам бы ещё такую хотя бы одну площадку было бы шикарно. Этот район не променяю ни на что. Мне здесь очень нравится. Свежий воздух, зелень. Уровень культуры достойный. Магазинов достаточно. Ко дню независимости на Наумово открывают участок дороги. Главная магистраль новой жилой застройки прибавляет 900 метров. Две полосы в каждом направлении, островки безопасности, широкие тротуары, тактильная плитка, велосипедная дорожка. Учтены интересы и водителей, и пешеходов. Микрорайон продолжает расти и динамично развиваться. С конца июля здесь развернута спецтехника. За забором строится детский сад. Работы ведёт Бобруйский завод КПД. Применена, наверное, впервые такая конструктивная схема, когда мы собираем, скажем так, стеновое ограждение из отдельных элементов, соединяя их жестко монолитными уставками. Вот это вот нам позволит завершить строительство в этом году. Мы понимаем социальную значимость этого объекта, поэтому вот мы работаем в данном направлении. В данной микрозоне функционирует только один детский сад, который был построен в 1935 году с проектной мощностью всего на 110 детей. В настоящий момент в микрорайоне Киселевича также проживает 110 многодетных семей. И считаю, что строительство данного детского сада улучшит в целом жизнь бобруйчан и будет очередным шагом в социально-экономическом развитии нашего любимого города. Вместе с городом растёт и количество юных бобруйчан. В микрорайоне Киселевича проживает 413 детей в возрасте от 2 до 6 лет. 192 малыша стоят в очереди. Необходимость дошкольного учреждения очевидна, поэтому работы ведутся 24 на 7, чтобы садик как можно быстрее наполнился звонким смехом ребятни. Сейчас на финишной прямой монтаж цокольной части. Здесь будут технические и вспомогательные помещения. Детали, которые выполняются на заводе, поставляются, как вы видите, на конусах и здесь монтируются. Уже по готовности деталей на заводе будет организована уже ночная смена и дневная смена. То есть по вахтам наши люди будут работать. Трехэтажное здание рассчитано на 240 мест. На площади более 6000 квадратных метров комфортно поместится 12 групп. Плюс гимнастический зал, бассейн, который займёт место в пристройке. Позаботится и о детях с ограниченными возможностями. Для них пандусы и лифты. Мы рады, что здесь строится новый садик. Мы уже желаем встать на очередь, сюда попасть. Обещали, что он с бассейном будет. И район здесь у нас очень классный. И очень близко будет ходить сюда. Так что мы счастливы, да, и надеемся, что его быстро построят. Очень рады, потому что старший ребёнок не попал в ближайший здесь сад в Киселевичах. Мы возили его за много остановок. Надеемся, что младший ребёнок попадёт. Бобруйск отнесён к территориям ускоренного развития или так называемым городам 80+. В январе 2022 в молодёжном микрорайоне для самых маленьких бобруйчан двери распакнуло современное дошкольное учреждение. В декабре этого года планируется завершить работы по строительству детского садика в Киселевичах. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.